Зима скоро закончится. Те, кто не успел насладиться этим временем года, поспешите. Немногие знают, чтобы покататься на лыжах, не обязательно ехать за город. Снежную трассу энтузиасты провожили в Заволжском районе, в поселке Киселёво. Вот так, с помощью специальной техники, заснеженное поле превращается в лыжню. Ровный трек, длиной 3,5 километра. Оборудованная лыжная полоса, да ещё и в черте городом. Для спортсменов настоящий подарок. Сергей Стрельцов, чемпион мира по гребле, приезжает сюда второй год. Вот и сейчас готовится к очередным состязаниям. Лыжи для гребца – хорошая тренировка. Все тренировки с нашей школы, которые здесь находятся рядом, на Твердце, все тренировки своих детей сюда по выходным приводят, да, и подшло от нас. Между Тверецким водозабором и ТЭЦ-3 на лыжах катались всегда, рассказывают местные. Но лишь пять лет назад Павел Дьяконов с друзьями решили участок облагородить. Закупили снегоходы, каток, баранул. За территорией следят круглый год, убирают сухостой, выравнивают землю, провели дренажные канавы. Совершенно свободный вход, кто хочет, может прийти в любое время. У нас люди катаются вечером после работы, например, с фонариками, здесь очень интересно. А вообще у нас планы здесь, конечно, сделать освещение. Покататься на Киселевской трассе приезжают спортсмены-любители, профессионалы, места хватает всем. Сорезования здесь для маленьких детей между школами можно проводить обязательно. Не надо ехать ни в Гришкин, ни в Цеприяновку. Осталось дело за малым, а именно получить для трассы официальный статус. Ведь эта земля сельхозугодия, правда, по назначению не используют много лет. Так как трассы не наши, нас в любой момент могут попросить отсюда, а как бы жалко терять такие места, которых нет в городе вообще. Сейчас спортсмены активно готовятся к лыжне России. Региональный этап пройдет в Твери уже в середине февраля. Надежда Семеновна, Антон Маслобоев, Вести Твери.